Здравствуй, дорогой друг День Петра и Февронии Муромских День Петра и Февронии Муромских – это удивительный пример того, как традиционные семейные и духовные ценности, дошедшие до нас через века в предании об этих святых, воплотились в праздник, одинаково близкий и родной для каждого – День Любви, Семьи и Верности. И в этом нет ничего удивительного, ведь сегодня добро, взаимопонимание, доверие, любовь и уважение стали приоритетами современной России. То, что нам пытаются навязать какие-то европейские ценности, которые вообще не только противоречат логике, здравому смыслу, но и вообще Божьему промыслу о человеке, вот это сейчас проповедуется там. И слава Богу, что этот праздник как бы восстановился, и мы именно проповедуем то, что есть, что Господь благословляет, то есть благословляет семью, благословляет рождение детей. В День памяти Петра и Февронии Муромских в Дзержинске, Нижегородской области, так же, как и по всей стране, состоялись праздничные мероприятия. Торжества проходили сразу на двух площадках. «Моя семья через века» – так называли свой концерт волонтеры социального центра «Покров», действующего при Воскресенском благочине. Здесь каждый желающий мог поучаствовать в мастер-классах, посетить фото-выставку и узнать побольше о духовном подвиге цветых благоверных князей Петра и Февронии. Петр и Феврония, они являются примером нашим на сегодняшний момент, потому что действительно они показали свою любовь, свою верность, преданность. И очень хочется стремиться именно к этому идеалу. Любовь – это то, что движет людьми. Семья – это та ячейка, из которого состоит наше общество и не может существовать. А верность – это те качества, которые обязательно должны быть в семье. И тогда брак будет крепким, и любовь будет долгой и взаимной. Святые благоверные князья завещали нам любить друг друга и дарить заботу окружающим. Следуя этим заветам, в Дзержинске вот уже несколько лет подряд вручают подарки подопечным социального центра Покров. Среди них – малообеспеченные семьи и семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации. Вечером торжества, посвященные Дню любви, семьи и верности, продолжились на одной из площадей города Химиков. Несмотря на то, что праздник еще совсем молодой, он уже успел найти отклик в сердцах людей. А значит, мы сохраним духовный завет Петра и Февронии, дошедший до нас из глубины веков. Семью принято называть малой церковью. И это выражение важно понимать не только как метафору. Семьи бывают разные – большие и маленькие, благополучные и не слишком. Но все они любимы Богом. Семьи из Кстовского благочения получили возможность обменяться опытом и просто поговорить друг с другом. Объединила их поездка в Макарьевский Желтоводский монастырь – место подвигов святого старца. Эта поездка необычная. Вместе оказались пары, взявшие на воспитание детей из приюта и семьи, у которых возникла непростая жизненная ситуация. Все они смогли увидеть святыни обители и попросить поддержки у преподобного Макария. Я думаю, что те семьи, которые имеют уже жизненный опыт, которые взяли детей на воспитание в свою семью, замечающие семьи, есть чем поделиться с той семьей, которая оказалась в другой ситуации. Я думаю, что они найдут общий язык, будут общаться, дружить. Ну и частицу добра, любви, тепла унесут с собой, привезут домой. Макарийский монастырь – настоящая обитель-крепость на Волке. Он был основан еще в 15 веке. Спустя столько лет сегодня сюда приезжают все больше богомольцев. Паломничество выдалось насыщенным. Несмотря на непростую дорогу, поездка всем понравилась. Теперь это повод лучше узнать друг друга и поделиться секретами семейного счастья. Такие семейные поездки, естественно, объединяют. Мы очень рады, что нас пригласили. Причем буквально за неделю до этого я как-то подумала, что, может быть, нам как-то добраться бы сюда. Машина есть, но я не особо ориентируюсь. Думаю, с кем-то бы договориться и поехать. А потом нам позвонили и предложили через неделю. Думаю, я с удовольствием согласилась. То есть мы очень рады. И это объединяет, дает возможность общения между семьями, между детьми, между родителями. Обмен опытом. Так, сами понимаете, дети у нас были в жизненных ситуациях сложных. Теперь нам приходится их поднимать. Конечно же, обмен опытом, он тоже важен. В Господе есть любовь. И что наши все дела и помышления должны быть, конечно же, направлены к Богу, а значит, к любви. И ради любви, и ради Бога, и ради Родины. Ну, а так, семья – это, конечно же, ячейки нашего общества, где всегда находят понимание деятельности или взрослые, они могут быть неуслышаны. Но, конечно, вот прикосновение к таким святыням, которые мы здесь, на верхнем храме, конечно же, более 20 мощей в иконах увидели. Но мы, конечно же, очень рады этому. И прикосновение к этим святыням, конечно, вдохновляет человека на подвиги, добродетелей. Побывав в монастыре, мы все становимся немного другими, ведь небо здесь оказывается ближе к человеку. И дай Бог, чтобы семья тоже стала крепче. Жизнь – это священная неприкосновенность. Убеждены организаторы одноименного семинара, который прошел в Дежинском перинатальном центре в начале июля. Он был организован социальным центром «Покров», который действует при Воскресенском благочине Нижегородской гепархии. В 2015-м Нижегородская область потеряла 8635 детей. Именно столько абортов было сделано за прошлый год. Участники семинара убеждены, чтобы изменить к лучшему печальную статистику, нужно работать сообща. Именно поэтому они организовали семинар для врачей перинатального центра. Стараемся, чтобы каждая женщина, пришедшая за прерыванием беременности, обратившаяся к врачу за прерыванием беременности, чтобы ей была дана врачом полностью информация, что же такое аборт. Не только с медицинской точки зрения, но и хотим, чтобы и с нравственной точки зрения. Без этой работы, работа по укреплению семьи невозможна. Социальная сфера – это одна из основных сфер, которая способствует именно укреплению понятия семейных ценностей в обществе. Горе одного человека – это трагедия для всего государства. Идея семинара «Жизнь – священная неприкосновенность» заключается в том, чтобы рассмотреть проблему абортов с разных точек зрения – здоровья, жизни государства, духовности. В большинстве врачи понимают, что они делают, а есть, которые для себя открытие совершают в силу отсутствия религиозного чувства. И поэтому такая конференция, она полезна с обеих сторон. Тем более, что от духовной – это составляющая, кому как не священнику говорить. В Воскресенском благочине Нижегородской епархии ведется масштабная работа по противодействию абортам. В Дзержинске регулярно проводятся семинары и лекции. На улицах города установлены баннеры с призывом отказаться от прерывания беременности. Социальный центр «Покров» является участником федеральной благотворительной программы «Спаси жизнь». И эта масштабная работа уже приносит свои результаты. За полтора года Дзержинске удалось спасти от абортов 67 летишек.